Запретный плод. Чья вина и ответственность? Что такое запретный плод в Библии? Почему что-то было запрещено? Кто несет ответственность за его принятие и каковы были последствия? Как это влияет на нашу сегодняшнюю жизнь? Запретный плод. Прежде чем мы начнем наше изучение 2-3 главы книги Бытия, мы обсудим, что это был за плод. Его повсеместно называют яблоком. Почему? Никто не знает. Однако надо заметить, что в библейском повествовании нет ни слова ни про яблоко, ни про любой другой фрукт. Поэтому, когда задают вопрос, было это яблоко или нет, ответ таков, мы не можем знать, что это был за плод, потому что Библия нам об этом не говорит. Искуситель. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог «Не ешьте ни от какого дерева в раю». Во второй главе книги Бытия мы читаем, что когда Бог сотворил Адама, Он дал ему абсолютно четкие указания, что делать и чего не делать. Интересно отметить, что змей приближается не к Адаму, а к его жене. Почему? Потому что он знает, что может обмануть Еву, но не Адама. Он обращается к ней с такими словами. Подлинно ли сказал Бог «Не ешьте ни от какого дерева в саду»? Что это на самом деле значит? Искушение. Змей, или как мы узнали из предыдущего урока, сатана или дьявол, намеревается заставить Еву согрешить, сомневаясь в Слове Божьем. Когда мы верим, что Библия – это Слово Божье, и все, что там написано – истина, тогда главная цель сатаны – заставить нас усомниться в этом. Более того, здесь мы видим, что он проверяет, насколько хорошо мы знаем Слово Божье. Он задает вопрос. Действительно ли Бог сказал «Не ешьте ни от какого дерева в саду»? Подвергая сомнению Библию и неправильно цитируя ее, Он ставит под сомнение как саму сущность Бога, так и Его Слово. «И сказала жена змею «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Изначально Бог дал заповедь Адаму, а не Еве. Давайте посмотрим, что именно Бог сказал Адаму. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Внимательно посмотрите на эти два стиха. Господь повелел человеку есть от всякого дерева, кроме дерева познания добра и зла, потому что в тот день, когда они вкусят от дерева, они непременно умрут. Когда жена повторяет слова змею, они немного отличаются. Она добавляет, что им не разрешается прикасаться к плоду. Очень часто в обычной жизни мы передаем не конкретно то, что нам сказали, а наше собственное видение и понимание этого. Где-то на этом пути слово Божье было изменено. Теперь змей знает, что у Евы в голове, и говорит ей, и сказал змей жене, «Нет, не умрете». Божье повеление Адаму было очень ясным. В тот день, когда ты вкусишь от него, ты умрешь. Сатана же отрицает предупреждение Бога, намекая, что Бог скрывает от них что-то хорошее, тем самым откровенно лжет и клевещет на Бога. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Здесь сатана говорит половину правды. Потому что действительно, когда Ева съела плод, она смогла познать зло, но она не стала Богом. Именно этими методами сатана искушает. Он заставляет нас сомневаться в Слове Божьем, подвергая сомнению и намеренно извращая слова Господа. Он поносит Бога, врет, смешивает правду с ложью. Чем больше правды он говорит, тем труднее увидеть ложь. Поскольку сатана никогда не меняет своих методов, жизненно важно знать Слово Божье, чтобы мы могли отличать добро от зла и истину от заблуждения. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Очевидно, она видела это дерево раньше. Она знала все о его плодах, но внезапно оно стало очень привлекательным и желанным для нее. Почему? Потому что змей вселил сомнения, подразумевая, что Бог скрывает от них что-то хорошее. Теперь у Евы был выбор, верить и повиноваться Богу, или пойти за змеем. Она выбрала змея. Она съела плод, а потом предложила его мужу, и он съел его. Важно понимать, что Бог повелел именно Адаму не есть плодов с дерева. Ева была создана позже. На Адаме лежала ответственность за то, чтобы донести до нее Божью заповедь. Даже после того, как Ева ослушалась Бога, у Адама все еще оставался выбор, продолжать повиноваться Богу, или ослушаться Божьего указания. И он осознанно решил нарушить запрет Бога. Библия ясно дает понять, что Адам не был обманут. Ева поверила лжи змея, но с Адамом другая ситуация. Он точно понимал, что делает, и все равно сделал это. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Адам сознательно ослушался Бога. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Последствия. Первое, что у них появилось, это совесть. До этого они не знали зла, а знали только добро. Как только они попробовали плод, их глаза открылись, у них появилась совесть. Они поняли, что ноги, и решили немедленно прикрыть свою ноготу подручными средствами. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Отношения с Богом были разрушены. Раньше у Адама и Евы было совершенно нормальное общение с Богом. Но теперь Адам испугался и спрятался от Бога. Он больше не хотел общаться с Богом. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Итак, мы видим три вещи, которые развились после нарушения Божьей заповеди. Осознание зла, потеря контакта с Богом и рождение страха в сердце человека. Раньше они ничего этого не знали. Смерть. Возникает вопрос, что такое смерть? Бог ясно сказал, что они умрут в тот день, когда съедят плод. Неужели они мгновенно прекратили свое существование? Нет, они этого не сделали. Получается, Бог солгал, а сатана сказал правду. Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно вернуться к сотворению человека. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Бог создал человека, состоящего из трех частей. Тело – физическое, души, интеллект, эмоции, воля и духа – духовное. Первый аспект относится к нашим взаимодействиям с окружающим нас физическим миром. Второй – к нашим отношениям с другими людьми. И последний – к нашим отношениям с Богом. Когда человек согрешил, его отношения с Богом были разорваны. Он отделился от Бога и испугался его. Физическая смерть – это отделение души от тела, а духовная смерть – это отделение человека от Бога. Нарушив запрет Бога, человек умер духовно и стал смертен физически. Бог говорил правду, когда сказал Адаму, что в тот день, когда он вкусит от плода, он фактически умрет. Чья вина? И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Бог обратился к тому, кому он дал заповедь. Он дал заповедь Адаму, возложив на него ответственность. Однако Адам отказался взять на себя ответственность и вместо этого обвинил жену, которая дала ему плод, и Бога, который дал ему жену. Именно это происходит в нашей жизни изо дня в день. Никто не хочет брать на себя ответственность за свои собственные поступки. Посмотрим, что скажет женщина. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Никто, ни Адам, ни Ева не признают, что они виноваты. Они перекладывают вину на кого-то другого. Если мы честно взглянем на нашу жизнь и наши отношения, особенно на отношения между мужем и женой, мы должны признать, что так оно и происходит. Вместо того, чтобы признать свою вину и извиниться, мы ищем оправдание и отказываемся брать на себя ответственность за свои же действия. Но с Богом так не пройдет. Когда Бог говорит что-то сделать, Он возлагает ответственность на человека, которому Он это сказал. Наказание Давайте рассмотрим Божий суд над змеем, Евой, Адамом и всей землей. Наказание змея Обратите внимание, что наказание начинается с того, кто все это начал. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Это ясно указывает на то, что змея ранее не ползала на брюхе. Необходимость ползать на животе и есть прах каждый день своей жизни, это Божье проклятие на змею за совершенное. Следующее наказание также применяется к змею. «И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Обратите внимание, что это не наказание змеи как животного, а наказание змея как сатаны. К чему относится эта вражда? Вот первое обетование спасителя. Того, кто придет от женщины ее семени и кто сокрушит голову сатаны. Сатана же будет жалить его в пяту. Что это значит жалить его в пяту? Когда Иисус Христос был распят, казалось бы, что сатана уничтожил обещанного спасителя. Но Иисус Христос победоносно восстал из могилы. Он победил смерть, тем самым сокрушив сатану. Мы изучим Иисуса Христа и его воскресение позже. Но я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в самом начале Библии в книге Бытия 3.15 Бог дает свое первое пророчество о том, что однажды придет Мессия, спаситель всего человечества. Наказание Евы Давайте теперь рассмотрим двойное наказание Евы. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей. Когда Бог завершил свое творение, Он провозгласил и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Не было ни боли, ни страданий, ни смерти. Но из-за своего непослушания Ева принесла проклятие боли предиторождений всем женщинам. Мы также видим, что в качестве дополнительного наказания женщина должна подчиняться своему мужу. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Наказание Адама Теперь мы рассмотрим наказание Адама. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Когда Бог сотворил мир, Он велел Адаму заботиться о саде. Но после того, как Адам отвернулся производила сорняки и колючки, а для выращивания урожая требовался бы тяжелый физический труд. Тяжелая работа в трудных обстоятельствах это Божье наказание человеку за его непослушание, а затем смерть, возвращение тела обратно в прах. Наказание земли Из-за греха были осуждены не только Адам, Ева и змей, но и сама земля была проклята. Мы читаем, что на земле произрастут терния и колючки, которых раньше никогда не было, что она больше не будет легко давать пищу, эту пищу придется добывать из нее тяжелым трудом. Ибо знаем, что вся тварь совокупности наед и мучится до ныне. Таким образом, чудесное и совершенное Божье творение было разрушено грехом и проклято Богом. Итак, мы видим, что Бог наказал змея, Адама, Еву и все творение. Причиной злодеяния сатаны была гордыня, ненависть к Богу и его творению. Он хочет, чтобы ему поклонялись вместо Бога. Но Бог свят, он праведный судья, и никто не будет оставлен без наказания за грех. Часто задают вопрос, почему я должен быть наказан за непослушание моих предков Адама и Евы. Давайте прочитаем русское стихотворение, в котором рассказывается о Степаниде и Пахоме, которые жалуются, что если бы не Ева, они сейчас наслаждались бы раем. Степанида и Пахом Ах, за что мы переносим столько горя и забот. Землю пашем, сено косим, так что граном льется пот. Нас нужда бы не давила, мы б не знали и труда, если б Ева не вкусила запрещенного плода. Если б этим не сгубили долю про отцы свою, мы бы жили, да и жили, припеваючи в раю. Разве это не обида нам терпеть за грех чужой? Так ворчала Степанида с поля идучи домой. Мимо шел барин богатый, барин добрый, тороватый. Он их ропот услыхал и с участием сказал, не вините безрассудно прародителей своих. Слова нет, что жить вам трудно, но ведь это не от них, для того, чтобы вы не смели на судьбу свою роптать. Я хочу теперь на деле вашу твердость испытать. Завтра вы ко мне придите, я вам дам особый дом, в нем живите, как хотите, не заботясь ни о чем. У меня работать в поле вас не буду принуждать, жить вы будете на воле, сладко есть и отдыхать. Если платье ваше худо, я велю другое дать, и к столу четыре блюда ежедневно подавать. Только вот мое условие, строго помните его, все вы ешьте на здоровье, кроме блюда одного. Так сказал он и простился с изумительной мечетой. Уж не сон ли это снится нам пахомушка с тобой? То-то будет нам веселье. И наутро в барский дом поплелись на новоселье Степанида и пахом. Вот живет на новом месте наша добрая только мучает невольно любопытство иногда. Раз сидя за этим блюдом Степанида говорит, что за кушанье такое здесь сокрытое лежит. Если б только было можно заглянуть туда глазком из краюшки хоть немножко хоть лизнуть бы язычком. Да его не меньше станет. На это ей пахом сказал. Посмотри но осторожно чтоб хозяин не узнал. Уж не бойся не узнает говорит ему жена и поспешно открывает блюдо тайное она. Но о чудо из-под крышки кто представит их испуг. Две проворнейшие мышки быстро выскочили вдруг. Степанида закричала в страхе руки опустив и сама чуть не упала крышку на пол уронив. Крышка в дребезге разбилась мышки спрятались под пол. В это время дверь открылась и хозяин к ним вошел. Так то слово вы осуждали прародителей своих. Тут свое наставление им полезное читал. И тот час в село обратно перебраться приказал. Путь их к хижине убогой им теперь не весел был. И пахом жену дорогой будто правый все корил. Но полно плакать не поможет. Наконец сказал он ей осуждать то всякий может. Ты не сделать вот сумей. Это стихотворение очень хорошо отражает Иеву делаем каждый день то же самое. Когда Адаму и Еве сказали что они могут делать все кроме всего одной вещи именно эта вещь стала очень сладкой и желанной. Так происходит и в нашей жизни. Когда нам говорят не делать что-то это становится именно тем что мы хотим сделать. Запретный плод сладок. Приемлемое искупление И нарек Адам имя жене своей Ева ибо она стала матерью всех живущих и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаной и отделых. Бытие 3.7 говорит нам что когда Адам и Ева вкусили запретный плод их глаза открылись. Что они сделали? Они увидели что они нагие и сшили смокованные листья и сделали себе опоясание. Когда человек грешит он будет стараться скрыть свой грех они частично прикрыли себя смоковными листьями подумав что этого будет достаточно. Но это было неприемлемо для Бога. Бог сам одел их кожаной одежды прежде всего потому что Бог милостив Адама и Еву вот-вот выгонят из сада в теперь уже проклятый внешний мир и им понадобится одежда чтобы защитить свое тело. Этим же он указывает на сложность искупления греха и на будущее появление Христа. Обратите внимание что одежда была кожаная а значит сделана из шкур животных. Чтобы одеть грешников потребовалась смерть невинных живых существ. Это иллюстрирует недостаточность собственных усилий человека по искуплению своего греха и необходимость кровавой жертвы за наш грех смерть невинных за виновных. Да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит вот агнец Божий который берет на себя грех мира. В итоге мы видим что непослушание человека привело к его изгнанию из сада и что страшнее к его отделению от Бога и потере вечной жизни. И сказал Господь Бог вот Адам стал как один из нас зная добро и зло и теперь как бы не простер он руки свои и не взял так же от дерева жизни и не вкусил и не стал жить вечно и выслал его Господь Бог из сада Эдемского чтобы возделывать землю из которой он взят и изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся чтобы охранять путь к дереву жизни. Проклятие греха Давайте подытожим события описанные в главах 1-3 книги бытия и каковы были их последствия. Первое. Бог сотворил человека по своему образу и подобию как триединное существо наделив его телом душой и духом и сотворил Бог человека по образу своему по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Второе. Бог дал человеку запрет с предупреждением всего одна заповедь и заповедал Господь Бог человеку говоря от всякого дерева в саду ты будешь есть а от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь. Читая Библию в книге Исход 21-17 Бог дает 10 заповедей затем в книге Левит еврейскому народу дается 613 заповедей сегодня человечество ограничено тысячами законов. Третье. Человек ослушался Бога и согрешил и взяла плодов его и ела и дала также мужу своему и он ел. Четвертое. Человек умер духовно. Посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть так и смерть перешла во всех человеков потому что в нем все согрешили. В этом стихе очень ясно написано что через Адама грех вошел в этот мир и через его грех в этот мир вошла смерть. Смерть бывает не только физической все люди умирают но и духовной. Написано что смерть перешла ко всем людям потому что в Адаме все согрешили. Это означает что духовная смерть генетически заложена в каждом из нас так что мы и наши дети рождаемся духовно мертвыми. Каковы последствия этой духовной смерти? Насколько это серьезно? Можем ли мы восстановить наши отношения с Богом и что для этого нужно сделать? Что произойдет если мы не восстановим их? Мы знаем что Иисус Христос умер за грехи человечества. Этого достаточно? Подумайте над этими вопросами. В следующий раз мы изучим что приемлемо для Бога в восстановлении наших отношений с Ним. Мы рассмотрим приношение Каина и Авеля Богу, Божий ответ и результат. Мы поразмышляем о том как это относится к нашей собственной жизни и что говорит Библия о требованиях Бога к человеку.